Слова Господа, братья и сестры. Осталось только помолиться за деток наших, чтобы Господь их благословил, сохранил. Я тут думаю продолжить ту пропить, которую я говорил, что опасность есть очень большая с исповеданием. Помните, я говорил, что мы будем дальше говорить об этом. И смотрю на детей, братья и сестры, те, которые вышли, те, которые сзади в нас сидят. И думаю, Господи, как их сохранить? И вспоминаю, вместо счета Бесани, когда Слово Божие говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Если Бог их не сохранит, братья и сестры, Сатана открыл все свои двери, все свои уловки для того, чтобы уловить свою волю написано и нас, и те, и наши. Дай нам, Боже, силы. Церковь, родители, отцы и матери, как нужны сегодня глаза? Как нужны сегодня уши? Как нужно сегодня сердце иметь, чтобы оградить наших детей? Чтобы они не были уловлены? Брат заметил сегодня... Я в эти дни заметил два таких выражения, ярко выраженных. Сестра рассказывала стих и начала стих с такими словами «Нима більшої кари, як Господь не карая». Вы заметили, братья и сестры? «Нима більшої кари, як не карая Господь». Кажется, когда Господь взыскивает с нас, да, посылает трудности, кажется, как больно, как тяжело, но еще тяжелее, когда Господь оставил. Это тяжелее. Господь, если посылает какие трудности, это еще любовь Божия. Мы еще дети Божьи. Но если Господь оставил, нет больше, написано «Горе им, если я их оставлю». И написано «Не отвергай наказание Господне, если Он обличает, если Он наказывает». Хоть это трудно, братья и сестры, и мне это трудно. И второе, когда брат сегодня сказал «Господь покрывает только открытый грех». Закрытого Господь не покрывает. Братья и сестры, открыто ли было наше сердце к слышанию Слова Божьего? А я бы хотел еще что-то одно перед молитвой добавить. Для нас должно быть небезразличным, какие руки на нас ложатся и на наших детей. Должно быть родители небезразличным. Не раз в церкви, когда кто-то пошел куда-то, я не буду говорить уже открыто это, а потом, братья, помолитесь, со мной что-то не то, чего ты туда пришла, чего ты туда пришел. Мы часто можем так не обращать на это внимания. Детей можем посылать наших. А потом проблемы. Божье Слово говорит, не будь участником в чужих грехах, рук ни на кого не возлагай с поспешностью. Нам пришлось молиться не только за детей, за молодежь и за братьев старших, которые неправильно руки положили, потом говорят, братья, помолитесь, снимите с нас, с нами что-то не то. Братья и сестры, я хотел бы сегодня серьезно обратить внимание церкви на это. Для нас не должно быть безразличным за наших детей и за нас самих. сегодня, братья и сестры, очень много перекосов. И мы слышим весть за вестью. И каждая весть кажется страшнее предыдущей. Дай, Боже, нам силы иметь глаза, чтобы видеть. Братья и сестры, если Господь нам дал детей, то даст нам силы их воспитать, не так ли? Но оградить, это забота и ответственность отца и матери, от этого мира. Мы не раз говорили в служениях, что где-то собираются что-то, кто-то, кто-то приехал. Будьте осторожны, братья и сестры, с такими молитвами, с такими собраниями, сборами, когда нет ответственных, когда нет служителей, когда нет братьев. Сколько сегодня беды, особенно в детей. Братья и сестры, нам приходится разбирать. Мы не говорим и не говорили это открыто. Мы хотели хоть чуть-чуть напомнить об этом. Все не можем сказать. Беды очень много. Не безразлично, где наши дети, куда они ходят, какую музыку слушают, что они смотрят. Братья и сестры, а потом еще хотел бы сказать, хоть сегодня такой день, вечеря Господня, такие слова, братья и сестры, как можно слышать. Этот человек не свободен, он занятый. А ты знаешь, ты уверена в этом. Точно ты знаешь. Кое-когда братья еще молятся, чтобы Господь открыл состояние души человека. А так мы быстро можем это говорить там. Еще больше говорю, вы знаете, я не хочу с этого места говорить. А потом беда приходит, потом труд, потом горе приходит. Почему сатана имеет доступ сегодня? Почему тревожит? Последнее время, братья и сестры, как нужно бодрствовать в своих словах и в своих делах и оградить наших детей. Сколько есть сил. Какие прекрасные. Я часто говорю, один, одна лучше другой, краше другой. Братья и сестры, их хорошо смотреть. Было вчера нам, когда наши дети, наши внуки. Это те, за которых мы молились. Многие из них, которые родились здесь. И они были воспитаны вами, церковью, братья и сестры. И они принимали водное крещение. Слава Господу! И хочется, чтобы и детях, детей сохранил Господь. Но и наше участие для нас не должно быть безразличным. Где наши дети? Куда они ходят? Что они делают? Дорогие родители, но и то второе, которое я сказал, чтобы у нас не было препятствий и греха скрытого. Почему Господь повел это служение? Еще стих есть, только нет возможности. Сестра говорит, хотела прочитать стих про грех. Сестра Наталья написала записку, но уже время. Не хотелось деток урезать, а уже в другой раз сестра расскажет из стих. Как Господь повел сегодня служение? А почему? Кажется, не время. Кому-то Господь говорит сегодня. Открой. Не скрывай. Потому что беда хуже будет. Беда будет. И, ну, братья и сестры, когда мы открываем, тогда Господь покрывает. Тогда Господь смывает. Написано, открой грех твой. Не скрой беззаконие. Открой тебе грех. Не скрой беззаконие мое. Зато помолится тебя всякий праведник. Когда он открыл грех, какой он праведник? Открыл грех, Господь смыл. И все прощено. А если не открыл? И посему да будет милость Божья. Братья и сестры, молитва. Я прочитаю место для нашей молитвы. «Охрани то, что насадила десница твоя и отрасли, которые ты укрепил себе». Господи, сохрани это. Сохрани. Дай мудрости отцам и матерям. Дай мудрости служителям проповедникам. Говорить то, что должно и так, как надо. И пищу, и вовремя, и в меру, как говорит Священное Писание. Братья и сестры, мы видим Божью руку, мы видим благословение Господнее. Но и нам, дай Боже, бодроствовать каждому отцу, каждой матери. Чтобы бодроствовать в жизни своей, в делах своих. И чтобы дети видели нас, чистоту нашей жизни. И учились. И так поступали. И так жили. А дальше, братья и сестры, и мы должны бодро, и дети наши. Куда мы ходим? Куда их направляем? Где они? Куда они идут? С кем они идут? И Господня милость будет над нами. Сейчас склоним колени, помолимся, попросим благословения Господнего. Горьer и Господня. Горьер и Господня. Горьер и Господня. Продолжение следует...